Здравствуйте! В Астане 9 вечера в Казахстане завершились выборы президента Казахстана. Закрыты все избирательные участки. Каплюс с новостями к этому часу. Меня зовут Алексей Рыблов. Большой час назад в большинстве регионов Казахстана завершено голосование на внеочередных выборах президента республики. Об этом сообщил в 8 вечера по времени Астаны зампредседателя Центра избиркома Владимир Фос. В западных регионах страны, Актюбинской, Траусской, Западно-Казахстанской и Мангостаусской областях голосование продлилось до 9 вечера по времени Астаны из-за разницы в часовых поясах. По той же причине не завершено голосование на некоторых избирательных участках, действующих за пределами республики. У нас на связи из Центра избиркома Айгирим Успанова. Она с последними новостями о том, что сейчас происходит в ЦИКе. Айгирим, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер, Алексей. Сейчас члены участковых избирательных комитетов, где завершено голосование, поступают в подсчетах пелесеней. По закону о выборах, время подсчета избирательных голосов не должно превышать 13 часов с момента начала. ЦИКе также убедительно констатирует, что к ним за все время не поступило ни одного обращения и заявления по фактам о нарушении выбранного законодательства. По мнению Бахрита Миздешева, транспарент и прозрачность избирательных процедур на этих выборах была обеспечена в полной мере. Голосование проходит активно, в спокойной обстановке, что положительно оценено наблюдателями иностранных миссий на этих выборах. Об этом также заявил Викторий ЦИК. Хочу сказать, что до настоящего времени в Центральную избирательную комиссию не поступила ни одна жалоба с мест о нарушениях избирательного законодательства. Агирим, есть ли данные у вас о том, о явке избирателей, когда планируется озвучить следующие предварительные итоги? Следующие предварительные итоги о явке избирателей будут озвучены в 22.30 по времени обстановки. Спасибо большое, Агирим. На связи из Центральной избирательной комиссии была Агирим Оспанова. Мы продолжаем. Новых данных о явке избирателей нет. Последнее, то, что предоставил Центр избирком, данные на 18.00. Они таковы. Явка избирателей составила 84%. Всего по стране проголосовало 7 709 159 избирателей. В большинстве областей явка превышает 80%. В Алматинской, Жамбульской, Костанайской, Казалардинской, Североказахстанской, Южноказахстанской больше 90% проголосовавших. В Астане, по данным ЦИК, проголосовало 54,9% избирателей. В Алматы 55,4%. Власть явно испугалась идея бойкота выборов, раз обеспечила небывало высокую явку избирателей. Так считает замглавы Freedom House Казахстана Вячеслав Абрамов. В телефонном интервью телеканалу КПлюс он обосновывает свою точку зрения. Сегодня 3 апреля, они, скажем, 3 июня. В большинстве регионов Казахстана еще достаточно холодно. И в Алматы, например, сегодня идет снег. В такую погоду люди предпочитают сидеть дома, а не выполнять свой гражданский долг. Это такой абсолютно естественный процесс. И пообъяснить вот ту высочайшую явку, которая сложилась на этих выборах. И 84% к 6 часам вечера. И я думаю, что вот сейчас были больше 90 итогов. Можно только тем, что людей первое принуждали голосовать. И такие факты, действительно, сообщения о таких фактах поступали со всех регионов Казахстана в последние дни. И сегодня они поступают тысячами. И второе, это то, что были использованы очень традиционные средства, которые применялись уже до этого. То есть голосование «Карусель», студенты, которых привозили по несколько раз на одни и те же участки, либо на разные возили участки, одну и ту же группу студентов и так дальше. И я полагаю, что все это делают для того, чтобы убедить и общественность внутри Казахстана, что в выборах не сработало. В день выборов офисы оппозиционных партий работают в режиме цейтнота. Даже те, кто отказался играть по установленным правилам, говорят, неучастие и бойкот совсем не означает, что им нечего сказать. Ольга Настюкова проехала по офисам тех организаций, которые назвали выборы незаконными и отказались выставлять своих кандидатов. Регистрируемая партия «Алга» больше месяца призывала не ходить на выборы. Теперь сторонники бойкота мониторят явку по всему Казахстану для поднятия боевого духа, кофе и пирожки с картошкой. Этажом выше политическая кухня. Новости в штабе, как фронтовые сводки. Зафиксированы вбросы, карусель. Независимых наблюдателей не пускают на участки. Выборы 2011 оппозиционеры сравнивают с началом агонии. Она началась с референдума по продлению полномочий Ельбасы до 2020 года. Пять лет – это просто срок, который обусловлен нашей Конституцией. Он хотел 10, зарубежные, так сказать, сообщества 10 ему не дали. Это надо читать именно так. Они дали ему максимум 5, из которых, я думаю, что его собственное окружение, вот это политический стемблишмент, дадут ему не больше двух-трех. Президентом быть достоин, но отказался. Булат Абилов ничуть не жалеет о том, что его фамилии нет в списках кандидатов. Руководство объединенного ОСДП Азата удалось застать в офисе буквально за минуту до выезда на избирательный участок. Мы хотим посмотреть, как идет процедура голосования. Партия назвала досрочные выборы нелегитимными. Поэтому Маржан Аспондеярова, Гульжан Ергалеева и Булат Абилов не голосуют. Зато политорганизация выставила 2000 независимых наблюдателей и активно мониторит нарушения. Здесь уже знают, кто победит и убеждены. Это навсегда. От преемника речи нет. Вы что, а почему должен быть преемник, если его избрали на пять лет? Я думаю, он сам успешно планирует просидеть эти пять лет. Выдержка, спокойствие. Еще один участник бойкота, Компартия Казахстана, испытала давление административного ресурса на себе. Больше сотни наблюдателей в день выборов отказались от работы. Коммунисты убеждены, их людей запугали спецслужбы. Потому что с ними поработали, с наблюдателями, что я вам не случайно сказал, чувство страха сидит во всех. Власть умеет на какие болевые точки надавить. Болевые точки он сам, члены его семьи, родные и близкие. Теперь политорганизации надеются на объективный отчет наблюдателей от ОБСЕ. Общественность должна знать, что на этих выборах у казахстанцев не было самого главного. Собственно, выбора. Показательно даже то, что один из соперников Назарбаева демонстративно проголосовал за него. Ольга Настюкова, Тимур Акчурин. Алматы, Казахстан. В городе Жасказган с избирательных участков удалили независимых наблюдателей от партии ОСДП «Азад». Якобы они мешают избирательному процессу. Но, скорее всего, это связано с тем, что независимые наблюдатели активно фиксируют массовые нарушения. Это вброс бюллетеней и давление на людей. В Жасказгане, как известно, находится медный гигант «Казахмыс», руководство которого, как сообщают независимые наблюдатели, обещали предоставить стопроцентную явку. Представитель партии «Азад» Жасказган Ержан Даукенов рассказал нам о том, что рабочие на участках получают календарики, которые на следующее утро должны будут предъявить на предприятии в качестве доказательства, что они отдали свой голос 3 апреля за того, кого надо. Горняки об этом в открытую не рассказывают. Мы хотим вам предоставить фрагмент интервью по скайпу с представителем партии ОСДП «Азад» Ержаном Даукеновым. Календарик сделан из другой стороны. Номер участка, где пишется и роспись чата, что человек проголосовал. Ему этот календарик выдается, он идет на работу и на работе показывает, что он проголосовал. В оригинале вот у нас сейчас есть, только что нам принесли. Вот мы показываем. 27 бюллетней хотели скинуть за один раз. Наш человек сейчас их забрал. Это только с одного участка. 27 бюллетней, все за нынешнего президента с подписью внизу, как положено. Все как положено. Пожалуйста. Вот я сейчас покажу. Вот они 27, можем пересчитать. Это за раз, сейчас человек скинул. Вот у нас тоже съездили быстро, там чуть ли не до скандала забрали. То есть нарушений много, просто мы все не можем сфотографировать. Сейчас есть фотографии, но это надо ехать, мы сняли. Люди выходят с участка, столы стоят, и на столах прямо написано, какое предприятие. Ты должен подойти и отметиться. Там прямо фамилии, списки есть на каких предприятиях. То есть есть фотография, где на одном из участков стоит машина на выходе из участка. На машине на стекле отпечатано производство какое, и туда должны люди подходить и отчитываться перед этим человеком, что они пришли и проголосовали. У нас даже журналист взял интервью этого человека. Кто сидит там, молодой парень, когда это понимает, дал интервью. И фотографии есть. Еще есть, у нас есть схемы, вот нам люди принесли. Схема мониторинга, например, явки избирательной корпорации «Казахмыс» вот такие вот есть. Где они должны будут каждый цех, дальше выше и выше отчитываться. И было сказано, чтобы до 10 часов утра все рабочие проголосовали. Есть такая информация, что даже с работы людей отпускали, лишь бы они до 10 часов проголосовали все. У меня в принципе тоже самая ситуация была. Меня не подпускали, посадили за 20 метров от избирательной комиссии, от турны, опять сделали, ну, толпой люди зашли. У меня фотографии есть, я вам сейчас могу перекинуть. Именно с моего места, что я не мог ничего не видеть, то есть даже не почитать элементарного. Я несколько раз подходил, говорю, вот я у вас регистрировался, почему вы не допускаете комиссии? Нет, вы будете сидеть вон там, где просто наблюдатели. Я подходил несколько раз к столу, два-три раза к столу, после чего он тоже вызвал милиционера и попросили меня оттуда, удалиться милиционеру, меня вывел оттуда. Я составил акт, вот этот вот, у меня акт есть, как положено, где написал, что они неправильно сделали, и вот попросил его расписаться. В Алматы за реакцией международной общественности наблюдает Зарина Ахматова, она находится в гостинице «Казахстан». Зарина, добрый вечер. Какие-то иностранные делегации уже провели пресс-конференции свои? Добрый вечер, Алексей, мы все еще здесь, в здании гостиницы «Казахстан», как вы правильно заметили. Да, здесь была одна единственная отчетная пресс-конференция, о которой я говорил в предыдущем включении. Это пресс-конференция турецкой, неполной, я замечу, делегации. Вообще, здесь журналисты ожидали, что свои пресс-конференции проведут все международные, аккредитованные на выборы миссии. То есть, в частности, это должны были быть греки, представители России, Белоруссии, Шоссе, ОБСЕ. Но поскольку в 8 часов закрылись все избирательные участки, то очень многие наблюдатели международные остались для того, чтобы присутствовать при подсчете голосов. Именно поэтому два из турецкой делегации сегодня греческая делегация уже анонсировала свой брифинг на завтра, после обеда, то есть уже когда будут известны первые результаты. Но что можно сказать по результатам общения турецкой делегации с журналистом? То есть, все было достаточно радужно, но после пресс-конференции нашей съемочной группе удалось пообщаться с одним из турецких журналистов и по совместительству профессором института турецкого. И он выразил, кстати, большое удивление, когда я ему рассказала про то, что один из кандидатов, Малки Юлиусизов, проголосовал за действующего президента. Долго не мог поверить, что это не утка, но когда убедился в достоверности моих слов, он попытался выровнять тон диалога, но было видно, что люди обескуражены. Кроме этого, господин Зорлу, это его фамилия, он высказал прогнозы, и по его словам, из того, что они видели, действующий президент может набрать не более 90%, видимо, человек не знаком с казахстанскими политическими реалиями. Мы продолжаем следить за реакцией международной общественности, завтра будем отслеживать все эти брифинги, но пока я хочу предоставить слово самому Кюшаду Зорлу. Прогнозные данные, если хотите услышать, но это чисто прогнозные данные, может быть, первый кандидат около 87%, может быть, а второй кандидат около 5-6% будет. Первый всенародный выбор... Спасибо, Зарина, большое. На связи со студией была Зарина Ахматова, она находится в гостинице «Казахстан», следит за реакцией международной общественности, будем ждать от нее новых вестей. Ну, а это четвертые выборы президента Казахстана, уже по традиции внеочередные. За 20 лет независимости республика пережила всего три президентских кампании, ни одна из них не проходила в срок, и не приносила стране никаких перемен. Ничего нового на этих выборах, нарушения те же, президент тот же. О том, как проходили прошлые выборы, вспоминала Юлия Панкратова. Первые всенародные выборы в независимом Казахстане состояли с 1 декабря 1991 года. Несмотря на название, кандидат был всего один. Председатель Верховного Совета, президент Казахской СССР, Руслутан Назарбаев. Явка на избирательные участки превысила в тот год 88%. Назарбаев был избран первым президентом Казахстана, почти с 99% голосов. На момент избрания Назарбаев уже руководил страной, будучи в должности первого секретаря ЦК КП Казахской СССР с 22 июня 1989 года. В 1995 году властью было принято решение провести всенародный референдум по продлению полномочий президента за полгода до запланированных выборов. 29 апреля 91% граждан Казахстана пришли на избирательные участки и второй раз продлили полномочия президента. До 1 декабря 2000 года. Вторые президентские выборы в республике состоялись уже по традиции досрочно, 10 января 1999 года. Своей кандидатурой на суд граждан представили действующий глава государства, депутат Сената Энгельс Габасов, Жаксыбай Базильбаев, вице-президент акционерного общества Мунай, Гани Касымов, председатель таможенного комитета. Наиболее интересным соперником на главный пост стал оппозиционер, кандидат от Компартии Казахстана Серегболсын-Абдильдин. Акижан Кажигельдин, экс-премьер-министр страны, имевший реальную поддержку населения, был недопущен до выборов. Его признали виновным в мелком правонарушении, позже обвинили в коррупции и вынудили покинуть страну. В поддержку Кажигельдина ОБСЕ отказалось прислать своих наблюдателей. По оглашению результатов, победных для Нурсултана Назарбаева, с 80% голосов избирателей, кандидат от коммунистов Серегболсын-Абдильдин, набравший 11% голосов, заявил о множественных нарушениях в ходе проведения выборов. Он тверждал, что избиркому подтасовывали результаты в пользу Нурсултана Назарбаева. Не дождавшись конца 7-летнего президентского срока, Нурсултан Назарбаев вновь идет на досрочные президентские выборы. В декабре 2005 года Центр избирком регистрирует пять кандидатов. Действующего главу государства, самовыдвиженца Мэлса Елеусизова, депутата Мажелиса Яросыла Абылкосымова и председателя Демократической партии Казахстана Акжол Алихана Байменова. На четвертых президентских выборах впервые появляется единый кандидат от оппозиции, председатель Координационного совета демократических сил Жармахан Туикбай. В ходе предвыборной кампании власть делом показала, какой кандидат является наиболее серьезным соперником на верховный трон. Агитация за кандидат от оппозиции Жармахана Туикбая более напоминала военную кампанию. Каждая встреча его сторонников с населением сопровождалась присутствием личностей, которые непременно провоцировали скандал и агитировали против него. Официальные СМИ тогда писали, что гражданское население, поддерживающее политику президента, выступили против собрания оппозиции. Итог выборов – победа Назарбаева с 91% голосов. Жармахан Туикбай оспаривал результаты выборов. Лидер блока заявлял, что только его штабом зафиксированы многочисленные нарушения. Было прямое давление в отношении студенческой молодежи. А выборы были беспрецедентным нарушением Конституции и законности. Явка избирателей побила рекорд, зафиксированный на прошлых выборах президента в 2005 году. Это данный ЦИК. И это несмотря на то, что предвыборная кампания длилась всего месяца. Абсолютный лидер Назарбаев и вовсе публично отказался от агитации. Предварительные итоги президентских выборов будут оглашены уже завтра, 4 апреля. А пока социологи на выходе из участков ведут свои подсчеты. Среди официально привлеченных к экзитпулу нет независимых НПО. Определенную роль сыграло и то, что эти выборы внеочередные. Альтернативные аналитики просто не успели подготовиться к ним. В республиканской сети независимых наблюдателей, активно работающих в 2005, например, нет денег для проведения масштабных акций. Эксперты планировали поиск грантодателей на 2012 год, когда и должны были пройти президентские выборы. О представителях нынешнего экзитпула расскажет Наталья Панова. Она выходит на прямую связь со студией. Наталья, добрый вечер. Что говорит экзитпул? Добрый вечер, Алексей. Официально над республиком опросы избирателей на выходе с участка занимаются три организации. Первая – Ассоциативные аналитики. В результате результаты ранее проводившихся опросов обычно оглашает Зарима Шоу-Кенова. Она заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований и три президента РК. Она же супруга заместителя Акима Алматы и Террика Федуманова. Вторая организация – Институт сравнительных социальных исследований в СССР Казахстан. Офицированная в Институтом демократии обе контроли имеют одинаковые контактные данные и адреса. Третья – Ассоциативные аналитики. Ассоциативные аналитики и политологов сокращены АйТи. Контролируют ход выборов с 90 жадов. В третьей модели и первой для АйТи планируют опросить 100 тысяч голосующих. Осуществляют на них порядка 500 институтов на 109 участков по всему Казахстану. Ставят на конституционный закон о выборах. Ассоциативные аналитики отказываются обнародовать данные и опросы в день голосования. То есть конференция по итогам мониторинга наличена на полночь в воскресенье на понедельник. Прошу прощения. И это пока все данные к этому часу. Спасибо, Наталья. Наталья Панова, корреспондент из Алматы с цифрами и данными о том, что предоставляет экзит-пул к этому часу. Ну а работники крупнейшего рынка Алматы сегодня бойкотируют выборы. Барахолка работала в прежнем режиме, торговцы не горели желанием исполнить гражданский долг. Говорили, заработать себе на пропитание задача поважнее. Несмотря на плохую погоду и внеочередные выборы президента Казахстана, отбоя у клиентов-торговцев не было. О мотивах политического безразличия с предпринимателями побеседовал Руслан Бахтигареев. Исторически по определенной власти день выборов на барахолке начался как обычно. Продавцы стоят за прилавками, покупатели в толчье. Среди многочисленных киосков закрыты единицы. Базарная жизнь кипит, несмотря на обе лист-снегопад. Люди торопятся сделать покупки. На вопрос, почему вы не на выборах, большинство продавцов и покупателей, заведев камеру, спешат оправдаться. Мы уже были на выборах, проголосовали, все у нас хорошо. Потому что работаю каждый день, не надо что-то купить. Я работаю. Пойду до восьми вечера же, еще время есть. До пяти работаю, после пяти пойду. Но нашлись и те, кто честно признался, на выборы не пойдут. Да там уже все понятно, что Назарбаева сберут. Поэтому... Почему сейчас не на выборах ты? Он не мери. Выборы? Выборы? Все мы думаем, по связи. Что я вообще забыла? Ну забыла. А нахрен надо. Ну действительно, нахрен надо. Последний вопрос из разряда риторических. На барахолке, по неофициальным данным, около 20 тысяч торгующих и в четыре раза больше покупателей. Если хотя бы половина находящихся здесь людей проигнорировала выборы, то отчеты ЦК рекордной явки избирателей кажется весьма сомнительными. Руслан Бахтигареев, Александр Платонов, Сергей Исаенко, Алматы, Казахстан. Явка стремится к абсолюту из-за границы. В Москве не снижается избирательная активность казахстанцев. Урна для бюллетеней в середине дня уже была наполовину заполнена. Сейчас до закрытия участка в столице России остается всего час. Подробности о голосовании казахстанцев в Москве у Ильи Зинова. Список зарегистрированных избирателей в Москве немного увеличился. На 100 человек, чуть больше 1800. Это, по словам председателя избирательной комиссии 143-го участка Михаила Литвинова, не пустые цифры, а казахстанцы, волею случая, оказавшиеся вдали от родной страны, например, в командировке. Количество проголосовавших перевалило за отметку 1400. Самая большая отдача, конечно, от студентов. В Москве 80 вузов, где учатся казахстанцы. Мы поработали со студентами, побывали в общежитиях, встречи провели с ними. Во всех общежитиях были объявления о том, что состоятся выборы. На участке по-прежнему нет ни одного наблюдателя, кроме самих сотрудников депмиссии. Также нет никого, кто бы проводил экзит-пулы. Но избиратели в беседах с журналистами не скрывали, что на этих выборах сложилась та самая безвыходная ситуация, которая их устраивает. В очередной раз стало понятно, что малоизвестность троих других кандидатов сделала эти выборы безальтернативными. Я пошла в школу, его избрали первый раз президентом. И мне кажется, что я чувствую эволюцию, развитие Казахстана. И только за Назарбаев. Выбор, конечно, уже довольно был определён. То есть я голосовал за стабильность, собственно, государства. А стабильность у нас связана с одним человеком. Я отдаю голос за ныне действующего лидера нашей страны, за Нарсултана Абишевича Назарбаева. Так как я знаю этого человека уже на протяжении 20 лет, я в нём уверена. За Мэлса или СССР? Почему? Почему? Ну, я прочитала кандидатов, он мне понравился больше всех. А в столице Казахстана вип-избирателе спикер Сената, председатель Мажелиса, советник президента и прочие приближённые Назарбаева на участки сегодня отправились кто в сопровождении своей свиты, а кто с членами семьи. Голосовали в строго отведённое для каждого из них время. За настроениями верхушки власти наблюдала Светлана Татьякова. Профессор Марат Кагамов, ректор Казахского юридического госуниверситета и по совместительству председатель избирательного участка, так встречает прессу. Он защищает своих избирателей от телекамер. Один за другим голосует министр культуры Кул Мухаммед, глава статагентства Смаилов, вице-спикер Мажелиса Карибжанов. Аким Астаны и Манголит Асмагамбетов заглянул буквально на пару минут, бросил бюллетень и молниеносно скрылся от прессы. Тон этим выбором ещё с самого утра задал глава правительства. Он начал было показательные демократические выступления, но уже в 8.30 от применения силы против представителей СМИ не удержались. Я в служебном положении. Я могу тебе сейчас протокол составить. В судебном порядке я буду. Премьер Масимов голосовал ещё до того, как на участке появился Назарбаев. И от формального общения с журналистами отказался. Председатель Мажелиса Урал Мухаммеджанов, напротив, разоткровенничался, рассказав, что вопросы с явкой избирателей можно решать быстро и эффективно. Я очень много проводил выборов, поскольку работал в партийных органах. И если где-то в совхозе один человек не пришёл на выборы, мы туда посылали и членов комиссии избирательных, и представителей сельского совета, а иногда и участкового, чтобы он не портил показатели. За кого отдали свои голоса в ВИП-избиратели, особо приближённые и члены семьи Назарбаева, вопрос, который традиционно задают. Но в Казахстане ответ известен заранее. Вы с кого проголосовали? Нет, я не скажу. А почему? Приятно. Догадайтесь трёх раз. Спикер Сената Касым Жамарт-Такаев скоро покинет ряды высокопоставленных представителей власти. Но и он пока в обоими. Отчитался, как полагается. Сегодня действительно исторический день. Особый день в истории нашего государства. Об этом можно говорить без всяких сомнений. Я отдал свой голос за продолжение курса модернизации. Снял предвыборную маску ещё на избирательном участке советник действующего президента Ермухамед Ертезбаев. Он демонстративно игнорировал вопросы журналистов. На свои вопросы у вас есть чёткий и ясный ответ. Чёткий ответ, во всяком случае, журналистам, которые выслушали сегодня угрозы в свой адрес и силой были выставлены с участков, по сути уже дали. Независимо от результатов будущих отчётов наблюдателей, телевизионные камеры зафиксировали, как на якобы демократических выборах нарушают свободу слова. Светлана Третьякова, Казахстан, Астана. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества доволен тем, как прошло голосование в Казахстане. Муратбека Имманалиева даже не смутил тот факт, что выборы проходят в обстановке, когда победитель известен заранее. Ни у кого не вызывает сомнения, что действующий глава государства одержит убедительную победу. Как заявил глава миссии наблюдателя ОТШОС, выборы проходят в стабильной политической обстановке. Имманалиев даже порадовался отсутствию интриги в главном политическом событии года. В Казахстане проходят выборы, я бы сказал, знаете, очень стабильно, без каких-либо вывихов, во всех смыслах этого слова, прежде всего, в политическом, в политическом, в политическом. Это должно радовать только казахстанцев и, разумеется, конечно, соседей Казахстана. Знаете, отсутствие интриги меня лично может только радовать. Для Казахстана выборы 3 апреля уже вторые, внеочередные. Первые случились в 2005-м, и большинство нынешних кандидатов перекочевало из той президентской кампании. Казахстанцам сегодня на выбор предложили четырех человек. Но особенность этого электорального периода – голосовать против всех избирателей были лишены. О кандидатском минимуме – материал Зарины Ахматовой. Состав участников нынешней электоральной кампании кто-то уже окрестил кандидатским минимумом претендентов с более или менее системой. С темной платформой на главный пост в стране подбирали в самый последний момент противовес априорному фавориту. Судорожное выдвижение таких кандидатов началось после того, как впервые в истории Казахстана представители оппозиционных сил решили бойкотировать выборы. А сакраментальная фраза генерального секретаря партии ОСДП «Азад» на съезде политобъединения очертила всю безысходность грядущей электоральной гонки. Отсутствие кандидата от ОСДП «Азад» от демократической оппозиции – это и есть основной показатель недемократичности выборов. Пусть Нурсултан назарывает, побеждает Амантай Кажи. Амантай Кажи на экзамен не пришел. Зато лингвистический тест успешно сдали все три, пусть не весовых, но уже и не комичных кандидата. Помимо самого главного в гонке участвуют лидер экологического движения «Табигат» Мэлс Елиусизов, лидер партии «Патриотов» спарринг, партнер Назарбаева на выборах 99-го года генерал Гани Касымов и неизвестный доселе широкой аудитории Жамбыл Ахмедбеков из партии народных коммунистов. Понятно, почему баллотируются Гани Касымов, Елиусизов и другие, но надо действительно сказать обществу, показать и мировому сообществу, сказать, что на эти выборы идут традиционные соперники президента, то есть они по уровню, по качеству ни в чем не уступают прошедшим выборам. Для одиозного политика Гани Касымова, который на экзамен пришел в самый последний день, это уже вторая предвыборная гонка. В электоральную кампанию 99-го года он тоже попал в последний день выдвижения, поздно вечером. Тогда за пару месяцев неизвестный широкой общественности председатель таможенного комитета стал знаковой фигурой казахстанской политики. О нем отзывались, как о казахском жириновском. Был там зарегистрирован Энгис Хаббасов, сенатор. Но мы, говорит, подумали, что у Абдильдина Хаббасов немного заберет голосов. И поэтому, говорит, мы тогда договорились с Назарбаевым и подсказали Гани Касымову, чтобы он подал свой документ. Но он говорит, что у Абдильдина Казахстана не будет. Но в Абдильдина Казахстане он всегда борется, экзамен в наших руках был. Впрочем, в изучении государственного языка, по утверждению национал-патриотов, народный генерал, до сих пор не продвинулся. Да и лингвистическая комиссия ЦИКа даже не скрывала. Говорит плохо, поет хорошо. Поет Гани Касымов всегда и везде. На встрече с избирателями, в ЦИКе, в интервью с журналистами. Так и идет, с песней по политической жизни, стыдливо посматривая на электорат с агитационного билборда. Другой кандидат, Мэлс Елиусизов, неизменный аутсайдер всех электоральных компаний, в которых он участвовал, а было их не меньше десяти. До последнего уверял, на выборы не пойдет. Но когда в ЦИК повалили экстрасенсы и безработные, передумал, заявив, что хочет утереть нос другому кандидату, экологу Мусагалиду Амбекову. Поговаривали даже, что именно потому, что проверенный кандидат взялся за старое, до Амбеков с гонки снялся. Политехнологи решили, что двум зеленым политикам на одних выборах делать нечего. Знавали вопрос, что вы влезете, задаете спектакль. Ну, политика тоже большой спектакль. Надо понимать, президентом, конечно, сегодня стать, это невозможно. Это реально невозможно. Я абсолютно трезво смотрю на все вещи. Хотя когда-то Маус Хамзаевич выступал под радикальными знаменами. За это в 99-м его даже сняли с дистанции. Наряду с бывшим, ныне опальным премьер-министром Кожигельзиным, Елеусизова привлекли за участие в незарегистрированном движении за честные выборы. О другом кандидате, коммунисте Жамбыле Ахмедбекове, мало что известно, кроме того, что он в последние годы работал секретарем ЦК КНПК. Решающий фактор в пользу его выдвижения от партии – знание казахского языка. Я любитель своей родины, я патриот своей родины, я казах в натуре. Впрочем, размашистый оптимизм кандидата, которому ничто человеческое не чуждо, оправдался. Экзамен он сдал и даже завел сообщество в социальных сетях для усиления агитационного воздействия. Время от времени пастит в сообщество лиричные песни. А вот выдержка из биографии кандидата, размещенная в сети. Уже тогда его прозвали народным заступником. За природное чувство справедливости, доброту. Люди шли к нему отовсюду, а молва бежала впереди. Жамбул не откажет и не подведет. И Жамбул не подвел. Это был первый кандидат с партийной поддержкой, из которого попытались сделать достаточный противовес президенту. Хотя и без выборов понятно, что все эти потуги – декорация для западных наблюдателей. А для казахстанского избирателя у выборов одно лицо. Такие ответы – самый показательный итог агитационной кампании всех троих кандидатов. Впрочем, ничего удивительного. Идти в качестве массовки на выборы с заведомо известным результатом – значит просто выполнить возложенные на тебя обязанности. Но вот только Западу не объяснишь, почему политические оппоненты так подчеркнуто публично капитулировали еще на стадии выдвижения, заявив, что победу им не одержать и лучшего президента, чем действующий для страны, тоже не сыскать. Про демократию, которую под контролем на Западе слышали, теперь увидят воочию. Зарина Ахматова из Алматы и Астаны, Казахстан. Адья Сагбаев задумался о том, кто бы мог составить альтернативу президенту на этих выборах, если бы политическое поле оппонентов периодически не зачищалось. Свита Ельбасы активно муссирует по всем провластным СМИ идею, что альтернативы лидеру нации нет. И ехидно спрашивает, а кто, кроме Назарбаева? Экс-соратник главы государства, бывший премьер-министра Кижан Кожигельдин, разуверившись в курсе Назарбаева, выставил свою кандидатуру на выборы президента в 99-м. Но, сославшись на мелкое административное правонарушение, ЦИК вывел Кожигельдина из игры. Позднее последовало обвинение в коррупции, и мятежному премьеру пришлось эмигрировать из страны. Мы все были в него влюблены, мы считали, что это надежда национальная, потому что он произносил то, что мы думали, то, что мы хотели. Но он иногда шутит сам, говоря, что не надо всегда слушать Мулу, что он говорит, смотрите, что он делает. Это очень известная шутка на султана Назарбаева. Ошибка его заключается в том, что он, наверное, заблуждается, думая, что он абсолютно прав. Самая яркая попытка доказать главе государства, что он прав далеко не во всем, состоялась в 2002 году. Съезд демократической общественности в Алматинском цирке поддержали видные политические и общественные деятели, готовые выплеснуть энергию, скопленную за 10 лет правления одного человека. Впоследствии было создано движение «Демократический выбор Казахстана», участники которого требовали перемен в политической системе. Власть очень жестко обошлась с новым политическим движением. Он предупреждал, что если я не откажусь от своих убеждений, от членства «Демократический выбор Казахстан», то против меня будут открыты уголовные дела, и что меня посадят, и отберут бизнес. Он сказал, что судьба твоя и Галымжана Жакиянова под моим личным контролем будет. Ну, я вижу, что действительно под личным контролем. Все участники ДВК были единомоментно сняты с государственных постов. А лидеров Мухтара Облязова и Галымжана Жакиянова арестовали и осудили по сфабрикованным обвинениям. Зная, что предстоит арест, неправедный суд и длительный срок заключения, стал бы я высказывать публично свои взгляды. И постоянно я приходил к ответу. Несомненно, стал бы. Потому что свобода слова и убеждений есть неотъемлемая черта свободного человека. Весной 2004 года, созвав сенсационную пресс-конференцию, экс-глава Алматинской администрации Заманбек Нуркадилов огласил свое открытое письмо Нурсултану Назарбаеву и потребовал отставки президента, окончательно перейдя в стан оппозиции. Бывший депутат Верховного Совета говорил, что Назарбаеву пора уступить дорогу молодым и активным политикам для дальнейшего процветания республики. Эти молодые люди могли бы сегодня работать на пользу, на благо, на развитие нашего общества ради процветания нашего государства. А, к великому сожалению, каждый имеет сегодня за спиной по одной, по две, по три статьи вынужденный давать вам пресс-конференцию, вынужденный говорить слова. 12 ноября 2005 года Заманбек Нуркадилов был найден у себя дома мертвым с тремя огнестрельными ранениями. Причем два выстрела были сделаны в грудь и один в голову. Официальная версия произошедшего – самоубийство. Самым ярким политиком от оппозиции и реальной альтернативой многие эксперты считают Алтенбека Сарсенбаева. Экс-чиновник, перешедший в стан оппозиции, набирал вес и четко расставлял акценты, указывая на системные проблемы. Эксиматы правоохранительного органа не должны быть оружием расправы над политическими оппонентами власти. Должна быть прекращена практика невоснованных арестов, задержаний, ежедневных обысков и досмотров офисов и домов активистов нашего движения. 13 февраля 2006 года в Толгарском районе Алматинской области на обочине проселочной дороги обнаружены тела застреленных Алтенбека Сарсенбаева, его водителя и охранника. Соратники погибшего назвали убийство политическим и высказали, что ответственность за него несут действующие власти. На выборах 2005 страна увидела реальную альтернативу президенту в лице единого кандидата от оппозиции, экс-председателя Мажелиса Жармахана Туэкбая. Однако практически каждая встреча сторонников Туэкбая с избирателями заканчивалась скандалами и даже столкновениями. В итоге он набрал меньше 10% голосов. Все протесты оппозиции международных наблюдателей прозвучали в пустоту. То есть, когда говорят, что мы Азия, у нас свои ценности, свой менталитет, хочется спросить, а какой менталитет? Какие ценности? Воровать? Коррумпированная страна? Избивать активистов оппозиции? Это наш менталитет? Этому нас учат родители? Нет, это у них такой менталитет, извините, пожалуйста. Они из той советской системы, где кто не с нами, тот против нас. Вот они выросли на этом и сегодня так же действуют. Пресекается любая попытка оппонировать и сегодня, в октябре 2010 года, за одно только желание пойти кандидата на президентские выборы. Владимир Козлов, лидер регистрируемой партии ОЛГА, подвергся нападению активистов движения «Желтоксан», которые забросали его сырыми яйцами. Сторонники Козлова не сомневались, что это был политический заказ. Оппозиция отказалась от участия в досрочных выборах 2011-го, заявив, что не видит смысла играть по сценарию, написанному в аккорде, и оставила незаменимого президента в одиночестве. Но, похоже, это его естественная среда обитания. Я призываю всех начинать работать. Продолжение следует. В интервью замглавы Freedom House Казахстана Вячеслава Абрамова, который он дал по телефону нашему телеканалу, власть явно испугалась идеей бойкота выборов, раз обеспечила небывалую высокую явку избирателей, сказал Вячеслав. Давайте послушаем еще раз его слова. Сегодня 3 апреля, а не 3 июня. В большинстве регионов Казахстана еще достаточно холодно. И в Алма-Ате, например, сегодня идет снег. В такую погоду люди предпочитают сидеть дома, а не выполнять свой гражданский долг. Это такой абсолютно естественный процесс. И пообъяснить вот ту высочайшую явку, которая сложилась на этих выборах. И 84% к 6 часам вечера. Я думаю, что сейчас будет больше 90 итогов. Можно только тем, что людей первое принуждали голосовать. И такие факты действительно, сообщения о таких фактах поступали со всех регионов Казахстана в последние дни. Сегодня они поступают тысячами. И второе, это то, что были использованы очень традиционные средства, которые применялись уже до этого. То есть голосование карусель, студенты, которых привозили по несколько раз на одни и те же участки, либо на разные возили участки одну и ту же группу студентов и так дальше. И я полагаю, что все это делается для того, чтобы убедить и общественность внутри Казахстана, и международную общественность в том, что призыв к бойкоту выборов не сработал. Это все, что есть у меня к этому часу. Я не прощаюсь. 23 часа 00 по времени Астаны. Подведем итоги третьего числа. Оставайтесь с КПлюс. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ